По данным открытых источников, известная по всему миру цифровая валюта, первый выпуск которой был зарегистрирован еще в 2009 году, достигла своего пика в ноябре 2021. Тогда биткоин поднялся почти до 70 тысяч долларов. А с начала этого года криптовалюта подешевела более чем на 50%, за последнюю неделю почти на 30. Биткоин, как и любая другая криптовалюта подобного типа, они не имеют никакой привязки к чему-то реальному. Поэтому рост и падение курсов биткоина зачастую связан с настроениями на рынке, с так называемым хайпом. На утро 15 июня биткоин достиг 20 200 долларов. Согласно последнему курсу, это более 1 миллиона рублей. На снижение показателей влияние оказали в том числе сообщения некоторых криптовалютных бирж о временной приостановке операций по выводу средств. Например, на этой неделе Binance выступила с подобным заявлением на фоне технических неисправностей. Падение интереса к биткоину связано и со стремлением некоторых стран препятствовать свободе обращения криптовалют, которые превращаются в некий маргинальный финансовый инструмент. Однако, как утверждает эксперт, делать прогноз относительно курса биткоина достаточно сложно. Движения в цене биткоина не обоснованы какими-то объективными причинами, а обоснованы исключительно эмоциональными движениями участников рынка. Нет, возможно, падение остановится, может быть, даже какой-то рост произойдет. Тем временем Банк России планирует в следующем году провести первые реальные расчеты цифровыми рублями. В апреле глава финансового регулятора Эльвира Набиулина заявила, что новая собственная валюта позволит удешевить проведение расчетов. Планируется использование в том числе и международных. Как отметила председатель Центробанка, прототип цифрового рубля был создан в довольно короткие сроки.